Ну вот, отснятый тогда же эксперимент. Непрозрачные конверты уложили уже известные вам карты с пятью символическими знаками. Опыт проводил доктор физико-математических наук Ипполит Моисеевич Коган. Пожалуйста. Круг. 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 Звезда. Полоски, но... Я еще посмотрю. Вертикальные полоски. Вы... Постараюсь, да. Полоски вертикальные. Ничего не вижу. Пустой конверт. Действительно пустой. Ой. Я волнуюсь. Крест. Крест. Круг. Квадрат. Крест. Звезда. Ромб. Это квадрат перевернутый, наверное. Действительно. Квадрат. Перевернутый. Двойное изображение. Два символа в пакете. Круг и полоски. Полоски вертикальные. Посмотрим. Действительно. Круг. Полоски. Сколько? Сейчас посмотрим. 15 из 20. Только в пятой строчке. Когда был пустой пакет, а вы его отметили крестом, там пустой пакет. Да, да, да. Правда, в серии наших многотысячных экспериментов бывали результаты 25 из 25, допустим. Но это, конечно, были уникальные результаты. Но вот в этой книге, вот прикладная теория информации, я опубликовал все, что мы имели по данной мировой литературе, то, что сами проводили эти эксперименты. В общем, их набираются десятки тысяч. И тот пример, который мы видели сегодня, это один из ярких примеров, может быть, один из наиболее ярких. Люда, как вы все-таки видите? Ну, очень просто. Во-первых, я закрываю глаза. Это обязательно. И у меня появляется мой экран. Этот экран находится вот внутри. Там вот. Внутри. Экран серого цвета. А символы, вот когда я беру пакет и смотрю на... Ну, стараюсь увидеть, что там, что в пакете, то они могут быть черного цвета, зеленого и красного. Почему именно такие цвета, я понять не могу. Вот то, что Людмила Андреевна говорит, очень характерно. Вот эти субъективные впечатления, о которых она говорила, они практически высказываются одинаково и почти в одинаковых словах людьми, совершенно друг с другом незнакомыми, на разных языках, живущих в разных странах. Вот это, с точки зрения психологической, видимо, весьма интересный факт. Ипполит Мисеевич, прошло 9 лет. Что сегодня? Ну, 9 лет, это срок, конечно, еще очень небольшой. Но и тем не менее, за то время, что прошло с тех пор, мы проделали большой объем уже исследований по различению уже не только карт Зенера в пакетах, но и различению магнитов, бактерий, химических веществ и так далее. Ну, а в последние там несколько лет вдруг обнаружились способности Людмилы Андреевны, к тому, что называется дальновидением, определять, получать информацию о разных событиях, которые произошли на больших расстояниях. Причем, естественно, вот эта форма чувствительности Людмилы Андреевны, конечно, уже затрагивает интересы многих людей. Я считаю, что каждая фотография, личная вещь человека или его письмо несет след энергии этого человека. И вот когда мне приходится работать с фотографией, я, значит, над фотографией ставлю свою ладонь и пытаюсь вот эту вот энергию всю как бы впитать в себя. И вот когда мне это удается, тогда моё сознание получает какую-то информацию. Иногда эта информация бывает короткой, а иногда немножко больше. И я тогда знаю, что человек жив или мёртв. Как он погиб? Несчастный случай или его убили. А если мне приходится искать ещё работать с картой, то я тогда пытаюсь запомнить вот ощущение этой энергии. Провожу рукой по карте, как бы ищу следы этой энергии. И вот в том районе, где я её нахожу, я и говорю, что в этом районе нужно искать данного человека. Я хотел бы, чтобы вы рассказали о поиске Саши Попова, тем более, что здесь присутствует его брат. Я по фотографии Саши определила, что он мёртв. Был сильный удар в голову. А по его шарфу, сосредоточившись и подключив к работе свой внутренний экран, я увидела следующее. Я увидела речку, лес, дорогу в лесу, труп Саши. Его убили. Я увидела его позвоночный столб, совсем обнажённый, и на нём было два ребра только. Увидела сердце Сашина, которое как бы находилось в пространстве. Оно не лежало на снегу, оно находилось отдельно от тела. Труп Саши был зацеплен за сук дерева, за пояс. Рядом с трупом я увидела нож. Потом по карте географической я определила район, где искать тело Саши. Это вот это вот место, которое обведено пунктиром. В этот же день, 13 мая 1987 года, мы составили протокол. Это вот этот протокол. Записали всё то, что я говорила, и этот протокол подписали. Протокол от 13 мая. Олег, а что же произошло потом? 3 августа 1987 года в лесу, на территории обозначенной Людмиле Андреевной, были местным жителям обнаружены останки моего брата. Причём картина была весьма схожа с той, с которой обрисовала Людмила Андреевна. Ипполит Васильевич, что же мы вот тут наснимали? Ну, что вам сказать на это? Вявления, конечно, настолько необычные и сложные, что подчас возникает сомнение, не случайность ли это, не вестификация какая-нибудь, просто наша ошибка. Ну вот, у меня тут есть ряд протоколов. Ну вот, например, телеграмма матери, которая благодарит Людмилу Корабельникову за то, что она помогла найти её, к сожалению, погибшую дочь. В Волгограде там двое друзей вместе с третьим там как-то проводили весело время, и этого третьего убили своего. Людмила Андреевна помогла найти труп этого убитого. Или вот, пожилой человек был в больнице с каким-то мозговым заболеванием, потом куда-то ушёл, потерялся, пропал, обратились к Людмиле Андреевне, она сказала искать его в другой больнице, ну, нашли, и так далее. Ну, когда столько наблюдений, вроде, надо считаться с ними как с фактом. С другой стороны, они настолько необычны, что вполне возможно не сводятся к каким-то физическим явлениям, физическим процессам. Возможно, здесь мы имеем дело с какими-то явлениями типа чувственного восприятия, эмоционального восприятия, интуиции, и так далее. Но мне представляется, что любое учёное, столкнувшись с такими даже непонятными фактами, ну, должен всё-таки заинтересоваться и попытаться раскрыть их существо. Тем более, эти проблемы имеют, как вы уже видели, такое большое, ну, чисто человеческое значение. Моя первая колдунья, и я уже не беру это слово в кавычки, как иначе обозначить феномен корабельника, когда человек получает нужную информацию вроде бы ниоткуда. Впрочем, уважаемый зритель, мы с тобой всё больше погружаемся в мир явлений, перед которыми бессилие отступает и наука, и просто здравый смысл. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok